Я выступаю за равноправие. Та часть общества, которое остается еще в прошлом, консервативные настроения людей, они все еще общество есть, но эти перемены к новому, по-моему, к лучшему, они, конечно, это консервативное общество очень болезненно воспринимает. Но чем сильнее скандал, чем сильнее недовольство, чем больше девушек, которые протестуют против домогательств, насилия, будут подвергаться еще и давлению государства, тем ближе конец патриархата, и тем радостнее у них. Вы понимаете, сто лет назад революция сделала большой шаг к тому, что женщины можно направить. И мы сейчас, женщины, в сегодняшний день продолжаем бороться с патриархатом. Так же, но с новыми, с теми вещами, которые мы еще не победим. Многие заявляют, что в такой ситуации, это ситуация слово на слово, то есть многие не верят в то, что эти девушки действительно были подвергнуты домогательствам. Объясните, с вашей точки зрения, почему вы доверяете их словам больше, чем словам депутата, и какие факты, с вашей точки зрения, доказывают то, что действительно были домогательства. Там, например, сколько человек выдвергались домогательствам, да? Может быть, какие-то другие люди также говорили о своеобразном поведении господина Слуцкого. Расскажите об этом. Это очень интересно. И подскажет нам, что вы, собственно, хотите сегодня сказать. Ну, значит, что касается конкретно сказать депутатом Слуцкого. Во-первых, существует аудиозапись, на которой зафиксированы все слова, все домогательства депутата, его предложение стать любовницей, там, наплевать на отношения с молодым человеком, значит, помощь в карьерном росте, бросайте эту свою журналистику, ну, заходи ко мне в эту зуму, я тебе помогу. Вот. Физические домогательства, вытянули женщину руку, вот. Во-первых, три девушки совершенно никак не заинтересованы в том, чтобы в этом скандале они просто нашли в себе силу, вероятно, благодаря этим, ну, с таким, тенденциям во всеобщем мировым, ну, высказаться, потому что, на самом деле, это не такой выгодой. Вот. Женщинам не материальны, не пиар в этом нет. Это очень тяжело психологически. Ну, и они очень храбрые, и, ну, я восхищаюсь их, что они смогли это преодолеть. Вот. Что же касается депутата Слуцкого. Зои, значит, есть свидетельство. Потому что женщины вообще у нас боятся говорить о насилии. А приставание вообще насилием не считается. Ну, так, ну, мужчина имеет право. Ну, как бы, это что-то выходящее для, вот, консервативной части людей это утверждается как естественное право. Ну, мужчины пристают, а женщины хохоча убедают. На самом деле, как бы, женское нет, значит, да. На самом деле, женское нет, значит, нет. Да, конечно. И, ну, тот факт, что женщины боятся говорить о насилии. Он в частности, если даже, ну, домашнее насилие, женщины, в случае домашнего насилия, женщины, ну, не обречаются в полицию. Вот убьют, тогда приходите. Да. То, что уж говорить о словесном, о словесном пересдавании, или таких-то случаях, которые очень тяжело доказать. Да. Большинство женщин молчит. Поэтому все говорят, да, может быть, ни с кем-то не происходит. Посмотрите, это вот они и выдумали. И такие, это обычные, обычно, что говорят в случае, когда узнают о насилии и вставать. Это все выдумки, а то и не было. Нет, изначально не докажут, ничего не докажут. Представьтесь, пожалуйста, и какую организацию представляете? Меня зовут Валерия, я состою в РСД, Российском социалистическом движении.